Мясо в КРС – это бизнес? Да, они работают, но экономически они не отбивают свои вложения. Ну и как там голубые? Нормальные, очень отлично. Где берете людей, кто работает? Работорговля? Не так немножко. Мы вузу заплатим за обучение. Зачем тебе это? Серьезный вопрос. Нормальное будущее, у нас вариантов нет. Чувствуете проблему? Есть какие-то страхи, опасения? И все сидят на измене. Всем привет! С вами Вячеслав Колтаков, генеральный директор компании DigiFarm Software. Сегодня у нас в гостях Иван Сергеенко, директор ООО Нива, группы компании Охотно, а также заводчик и владелец телеграм-канала Охотно Молоко. И сегодня мы с вами поговорим о его предприятии, о будущем нашего животноводства и о том, нафига ему телеграм. Здорово, Ваня! Привет! Как добрался? Ну, замечательно. Супер! Ты у нас персона известная, публичная, канал самый большой. Расскажи нам, как ты до этого докатился. Ты из животноводства? Да, я из животноводства, конечно. То есть, редкий случай, что у нас в гостях профессионал. Ветеринар, зоотехник? Два в одно. На кого учился? Ну, я учился сначала в техникуме, армавирский зооветеринарный техникум. У меня отец оттуда. Вот, земляк. Ну, ветеринарное образование. Техникум закончил хорошо и была возможность поступления в высшее учебное заведение на льготных основаниях. Один экзамен, биология, сдаешь на пять, остальные экзамены они надо сдавать, поступаешь на бюджет. Поступил в Москва, в Скрябинка, уже зоотехния, зооинженерия, правильно. После уже пошел работать в Белгородскую область на крупный холдинг. Современное предприятие было, 2008 год. В 2009 году мы уже как раз познакомились. На почве управления стадом? Да. То есть, 2008 год у тебя получается 16 лет беспрерывного стажа. Да. То есть, никогда не отклонялся, всегда коровы, всегда молоко, только хардкор. Да. Скажи, а почему выбрал вообще эту профессию, это направление? Ну, так как я сам с Армавира, да, это как бы Краснодарский край, родители всегда держали живность какую-то, мать по образованию, ветеринар, у нее была практика в ветклинике, но отец военнослужащий, ну, так вот и было как бы на распутье. То есть, было два пути? Да, два пути, либо идти в животноводство, либо идти в летный институт, который находился там в городе Армавирик. Ну, так скажем, по тем временам военные не очень хорошо жили. Но это как раз конец 90-е. Да, это конец 90-е, в 99-м году я в техникум поступал, как отец сказал, говорит, ветврач, на деревне, всегда будет сытым. Всегда будет сытым, всегда будет пределим. Ну, все, и пошел в техникум, потом академия, потом старый оскол, нам 5 лет и уже после трудоустроился вот в Брянске. Уже в Брянске уже 10 лет. То есть, ты вообще и работу особо сильно не менял? Нет, по сути, в рамках животноводства два предприятия. Два предприятия. Расскажи, где сейчас работаешь, что у тебя есть, что входит в круг твоих обязанностей. Ну, понятно, ты директор, в круг твоих обязанностей входит все. Расскажи про хозяйство, какие результаты, какие направления, что есть. Ну, в целом, группа компаний охотно, это основной вид деятельности свиноводства, 10 площадок, это мясо-хладобойня, переработка, купаты, колбаски, фарш, вся эта история достаточно большое предприятие. Отдельная компания у нас, которая занимается растеневодством, она продает как нам корма основные, так и зерновые на свиноводство. То есть, у вас бизнес диверсифицирован, у всех как на хозорасчете по старому говорится. Соответственно, в растеневодческой компании также есть и коммерческие культуры, которые она продает, и это основной вид дохода, по большому счету. Есть картофельное направление, отдельная организация, картофель, морковка. С белорусами конкурируете? Ну, возможно. Там свой руководитель, подробности, всех нюансов не знаю. Плюс есть небольшой мясокомбинат, который в том числе и делает забой и обвалку говядины. Ну, основной он тоже все-таки занимается свининой. Ну, это в целом как бы про-холдинг, ну, а тем, чем я заведую, это молочное животноводство. У нас в молочное животноводство включены две компании, это ОНИВА и филиал Дружба-2. Это у нас, получается, пять ферм. Первую мы построили, это вот ОНИВА, племь-репродуктор ГОСАМА на 1800 фуражных коров. Прошлый год эта ферма 11600 на фуражную корову закрыла. Потом, впоследствии, мы докупали сельхозпредприятие, где были фермы небольшие и привязные. И так у нас получилось три фермы привязные. Они покупались примерно все с поголовьем где-то голов 200. Модернизация, расширение, ремонт. Все три фермы доведены сейчас так получилось, что на одной ферме 360 фуражных коров, на другой 380 и на третьей 400. По два коровника, наверное. Да, стандартно примерно такая тема. Ну, там в зависимости от внутренних конструкций было определено, где сколько максимально коров можно ставить. Ну, соответственно, под молодняк тоже были там где-то реконструкции, где-то переделки, где-то восстановление было тотальное. Чтобы и весь молодняк от этого поголовья там содержать. Молодняк на разных площадках или в централизованной ростике? Нет, молодняк только на тех фермах, где он родился. Ну, то есть, модно предприятие. Да, замкнутого цикла. По сути, все товарные фермы, они замкнутого цикла. Племя-репродуктор Гасома, ну, естественно, она продает, отгружает племенных нителей на другие фермы, другие компании. Сколько всего коров получается? Ну, и вот филиал Дружбы 2. Это еще одна, да? Да, и филиал Дружбы 2. Дружбы 2. Это проект, который мы начали в 2019 году. Это 3600 коров фуражных, тоже со шлейфом молодняка. Ну, и, соответственно, там сейчас 7500-7600 общая поголовья. В целом, если все фермы объединить, это где-то 6500 коров фуражных. Ну, вся цифра назвала, можно сложить там, точно прочитать. Ну, да, около того. И 14000 с небольшим, общее поголовье КРС. Понятно. Бычков растите, так как есть своя обвалка, свое производство. Как я понимаю, у вас вот от кормов до прилавка вы целиком закрываете. Если говорить про откорм бычков, на самом деле эта история, так скажем, очень маленькая у нас, в наших, так скажем, объемах. И она началась тоже так недавно, по сути. Есть как история взять молочного бычка, откормить, сделать забой и как бы это кушать мясо. Ну, понимаем как бы вкусовые качества, понимаем качество этой продукции. Ну, при этом все мы ели как бы стейки. Видим их в магазинах, есть компании, которые занимаются этим профессионально. Большие, крупные, плюс, соответственно, так скажем, многие люди, кто был за границей, тоже как бы пробовали зарубежные стейки. Да, и до недавних пор к нам ехала и Аргентина, и все. Да, и едет еще много, на самом деле. Ну, соответственно... До Липецка не доезжает что-то. Соответственно, появилась идея, почему бы не попробовать какое-то количество выращивать быков у себя. Как бы вроде есть место, корма мы можем заготовить. Пошли по пути производства кроссов. Не заниматься... То есть, молочных, мясным, семенем. Да. Ну, в принципе, это нормальная история для товарной фермы. Определяешь, допустим, лучших коров, лучших телок для дальнейшей селекции. Хотя это товарная ферма, все равно мы должны лучших животных отбирать и их размножать. Сол особый. Соответственно, определяешь какой-то шлейф, который тебе для размножения не нужен, там, 10-20% поголовью животных. И их, соответственно, осеменяешь уже мясными породами. Наверное, лет 7 назад, может быть, даже 8 назад, мы осеменили, там, буквально, наверное, там, первые 5 животных. Мы взяли породу английскую голубую семя и ангуса. Вырастили, понятно, 9 месяцев, потом полтора года. Вырастили, такая история длинная на самом деле, долгожданная, по сути. Ну, коровы это всегда длинная история. Очень долго, да. Сделали забой, сделали такую, можно сказать, колхозную обвалку. И, соответственно, это мясо, как бы, мы продали по сотрудникам компании. Ну, и, соответственно, и сам, в том числе, взял, там, кусок мяса кросса ангуса, галштина и английской голубой. Ну, и как там голубые? Нормальные, очень отлично. Все, приготовили одинаково, там, ну, понятно, там, друзей, товарищи позвали и начали, как бы, пробовать. Да, у галштина с ангусом все-таки есть этот привкус ангуса, он очень отличительный. У английской голубой, он совершенно другой вкус, он более такой молочный, но при этом у него есть более такая мраморная структура и волокно, мышцы другое. И, как бы, все сказали, нет, вот это вкуснее. Соответственно, все, кто покупал, все сказали, что вот это мясо вкуснее. Английскую берем. Да, все, начали брать английскую голубую, начали немножко побольше производить, почаще забои делать и потихонечку продавать. Можно вопрос от дилетанта? Вот у меня в голове не укладывалось, вот мы берем молочную корову, кроем мясо, мы хотим получить быка. Ну, телка тоже идет на убойку. А, ну, все равно ее откормим. И бык, и телка, это автоматом идет на откорм, неважно. Мы просто говорим про быка, потому что это, условно, животное, которое идет на стрель. Территория, да. И у меня был такой вопрос, как бы, мы так смело все покрываем, а что если девочка? То есть, не вопрос. На отвор, прям туда же. Все, окей, так, выбрали голубых. Выбрали голубых. Делали побольше их, всем это все нравилось, но такая, как обычно, в мире ситуация происходит. Англия выходит там из Брикса, и все сертификаты как бы заканчиваются. И они, соответственно, семьи это не везут. Не на правах реклама, а у кого семьи брали? Потому что, ну, такой эксклюзивный товар такой. Да, я думаю, наверное, я думаю, любая, наверное, генетическая компания, наверное, сможет привезти. Им надо задавать вопрос, ну, мы работаем с АБС. Поставить задачу. Да, мы работаем с АБС, они как бы нам привезли. Как бы с ними хорошие отношения в этом плане. Они стараются нам привезти оттуда то, что мы заказываем. То, что вы заказываете. Ну, они и сами-то англичане, по факту. Да, ну, им тоже эта тема интересна. И мы ездили в Англию и тоже смотрели, что фермеры этим занимаются. И успешно занимаются. Но они, этих бычков и телок, продают, ну, в периоде, там, месяц-два. У них получается такая ситуация, насколько я помню, если так в цифрах сказать, бычок галштинской породы на откорм покупали 80 фунтов. А этот что-то 300 с чем-то стоил. И неважно, бычок галштинской породы. Серьезная разница. Да, соответственно, англичане как бы этой темой занимались. Соответственно, откормочники в Англии их берут. Там древесы совершенно другие. Мраморность совершенно другая. Выход по полутушам другой. Экономика другая. Англичане едят говядины много. А если как бы там дальше продолжать нашу историю с откормом. Ну, кончилось семя английской голубой. Давай разбираться дальше. Семь ангусов мы не хотели покупать. Клиентам не понравилось. Да, соответственно, ну зачем. Тем более, как бы мясо ангуса, его на рынке полно. Начали искать какие-то другие породы. Взяли небольшое количество лимузинов. Ну, то есть сейчас они где-то будут скоро подходить на убой. Ну, сделали больше ставку уже на кросса. Семя кроссовое. В Америке, по большому счету, чистую породу не выращивают на убой. Это вот если смотреть на свиноводство, товарная свинья, которая идет на убой, это кросс, по сути. Кросс, это когда две породы мы смешиваем. По птицеводству, когда мы смотрим, уже как бы товарная птица, это тоже кросс. Ну, гибрид кросс, как угодно можно называть. И мы обратили внимание, там тоже посоветовались, что пользуется популярностью в тех странах, где как бы говядина едят. Одно из направлений это семя скрещенного сементала и ангуса. Ну да, сементала. И уже такое семя покрываешь галштинскую корову, ну либо молочную. Вот это микс. Сементал, галштин, ангус. Ну, ты когда разморозишь говядину, которую тебе привез, как раз это и будет мясо. Надо распаковку снять. Да, распаковку. И достаточно хорошее мясо получилось, тоже многим нравится. Ну, поэтому мы буквально, наверное, в августе сделали чат. Вот охотное мясо, да, где мы это мясо продаем. Там людей немного, ну опять же там и продукции у нас этой немного пока. Но с таким как бы пристрелом, что там через год, через два этой продукции... Развивать эту тему. Да. Скажи, мясо там в КРС это бизнес? Потому что многие стараются избавиться от бычков и сливают, считая, что это невыгодно этот как бы траток времени и средств. Смотри, если говорить где-то 13-14 год, когда мы тоже этот вопрос, так скажем, поднимали именно там оставлять, откармливать и считали все это, ну было невыгодно. Сейчас все-таки поменялась цена, в том числе и ножевок. И цена на мясо тоже немножко другая. И качество другое. Да, и качество другое. И человек стал понимать, что это мясо, есть спрос. И самое главное, что в рамках молочной фермы, если посчитать свободные скотоместа, посчитать возможности по кормам. В любом случае используются остатки из кормового стола дойных коров. Понятно, там для баланса можно подмешать силу, либо сенаж, опять же это наш корм. И мы даем порядка 4 килограмм кукурузы плющиной. У нее тоже есть определенная стоимость. Она как бы плющенная, понятно, она дешевле, чем любое сушеное зерно. И по экономике это получается, наверное, в 2 раза интереснее, чем выращивать нетель на продажу. Я предлагаю об этом снять отдельное видео и записать вообще экономику нетели и экономику мяса. Потому что скепсиса на эту тему много, а мяса нет. По факту в магазине, мы провинция, нельзя зайти и увидеть на полке из 3-4 производителей выбрать. В лучшем случае 1-2, а иногда берите что есть. Там тоже самое охотно, вы пока через чат, пока по чуть-чуть продвигаетесь. А людей, которые понимают, что такое нормальное мясо, что такое хорошее говядина, достаточно много и это такая большая проблема. Но сложился устойчивый стереотип о том, что мясо невыгодно, мясо неинтересно, никто его есть не будет. Это старый стереотип, из прошлого идет. Я думаю, будет очень интересно. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях. Окей. Так. Мясо, то есть проект, это бизнес. Мясной проект у вас будет развиваться. Будете отдельную площадку делать или пока будете потихоньку разгонять, как есть? Пока, наверное, как есть. Параллельно, конечно, считаем про отдельную площадку. И она у нас лет 5 назад, мы об этом думали. Особенно в рамках нового проекта, большого проекта, где 3600 коров. Там есть идея такая, что для саморемонта стада можно осеменять коров. Ну, наверное, 50% лучших коров осеменять сексированным семенем. Можем с запасом. Чтобы телок, чтобы это был. Да. Телов, понятно, там тоже 50% сексированные. Все остальное семенять мясными. И заниматься откормом. Соответственно, там уже поголовье достаточно крупное получается. Но здесь уже как бы опять ты начинаешь масштабировать. Тебе надо уже там что-то строить, что-то покупать. Там уже экономика другая. И опять же, экономика... Там инвестиции уже. Там уже инвестиции, да. Когда ты в рамках фермы там 100-200 быков выращиваешь. Ну, инвестиций никаких, по сути. Это твое как бы стратегическое решение на этой ферме. Кого больше выращивать? Телок, гнетелей и чем осеменять? Понятно, если мы сейчас сократим производство телок, у нас на ферме может добавиться порядка 400-600 быков. Ну, там не великий бизнес. Да, не великий бизнес, но в любом случае экономика есть. Как на продаже живка. Живок забирается очень быстро. И мы видим, что есть экономика при продаже куска. Да, это процесс тоже сложный, его надо развивать. Но там есть экономика. В любом случае, есть добавочная стоимость. Это 100%. Окей. Ну, как я понимаю, увеличивать за счет классической схемы скупки у населения бычков не работает. Потому что важна генетика. Важно качество. То есть, хотите дорого продавать, относитесь к этому серьезно. Супер. Что с молоком? Молоко сами перерабатываете? Нет. Какой объем? Сколько производите в день? Чуть больше 200 тонн. 200 тонн. Ну, это спитеферма. Вы прям маленький, мол, завод практически. Ну, к сожалению, наверное, а может к счастью, у нас нету стремления идти в переработку по молоку. В области у нас переработчиков очень много. Если не ошибаюсь, ну, опять же, можно там поискать в интернетах всю эту информацию. Наверное, в сутки мощностей 2000 тонн, наверное. А область, наверное, производит около 600 тонн молока. То есть, вы треть, вы самые большие. Ну, в области, да. Но переработчики везут молоко из соседних регионов. Там Курск, что-то Смоленск, даже там Калуга. Калуга уже достаточно. Уже даже есть кто там Ярославль везет, Воронеж везут. Ну, везут. 2000 тонн в день мощности есть в области. Поэтому здесь с ними как бы выходить на конкуренцию, ну, как бы, наверное, нет здравого смысла. Плюс на полке конкуренция, это очень, так скажем, трудный процесс, так как мы по продукции свиноводства, да, работаем с сетями. Мы понимаем, что это очень сложно. Смотри, ну, раз такой дефицит. Если там на 2000 тонн производство, 600 производится, остальное везутся. Планы по расширению, по масштабированию предприятия есть? Есть. Еще будете строиться? Еще будете строиться? Планируем, когда станет более комфортные условия. У нас есть, так скажем, предпроектное решение. Оно, в принципе, сами у себя же скопировали с того проекта, который на 3600. Как бы считаем, что он получился достаточно комфортный и для работы, и для обслуживания, и для содержания животных. Ну, чуть-чуть его там подпилили. Как говорится, там... Забор подкрасили. Да, забор подкрасили. Кусок асфальта отрезали лишнего, где упанули. Ну, в конце прошлого года мы посчитали стоимость проекта, уже как бы смирились со стоимостью проекта, но есть стоимость денег. А с этим-то какие проблемы? Вот у нас в регионе очень активно субсидировали аграрием. У нас несколько площадок, которые запускаются. Ну, запускаются это, они начали строиться еще по старому. Вот в втором году. Это по старым условиям. Как процентную ставку по кредиту подняли, соответственно, процент по инвест-кредиту, он тоже поднялся. Рентабельность молочного животноводства все понимают. В круговую на 10-15 лет примерно. И процентную ставку все тоже сейчас поднимают. Ну, по сути, это работа ради работы. А зачем туда идти? Плюс по банку сейчас участие собственными средствами стало еще больше. То есть, слушай, я удивлен. Потому что, ну, несколько проектов запускается. Именно один из движков запуска новых проектов, именно были доступные деньги, которые давали в 22-м году весьма активно. Процентную ставку когда подняли? Вот не слежу. Вот, посмотри. Не скажу. Хорошо. Ее, по-моему, в прошлом году и подняли. В 20-м году подняли. Ну, я думаю, все равно будут идти навстречу. Зависит еще от региональных властей. Вот если мы же видим эту историю о субсидировании в регионах. Слушай, тогда такой резонный вопрос. А по пути Штефана пойти не хотите? Открываться в новых регионах? Вести коммуникацию? Распространять? Ну, опять же... А масштабировать свой бизнес? Не было планов? Ну, как это? Планов нет, но одним глазом иногда посмотри. Посмотрим. Ну, просто должно быть очень выгодное предложение в плане земли. В любом случае. Ну, само собой. Коров без земли. И, опять же, участие собственных средств, участие инвестиционных средств и какая поддержка региона. Ну, не так давно мы даже так посмотрели одним глазом Московской области. Ух ты, интересный регион. Да, интересный регион, есть земля, разная земля, но, так скажем, права на землю бывают с ними, истории разные. Такой мой классический вопрос. Это супер, что хотите расти, трудности не боитесь, я думаю, деньги вы найдете. Кто ищет, тот всегда найдет. А люди? Сейчас большой кадровый голод, как бы во всех направлениях, а если верить определенным телеграм-каналам, сельское хозяйство сильнее всего от этого страдает. Где берете людей? Кто работает? У нас работают, если говорить по рабочим специальностям, понятно, все местные. По специалистам, наверное, лет 10 назад много было иногородних. Ну, и сам как бы не местный. Очень активно работаем с Брянским сельхозинститутом в плане прохождения практики у нас. Мы практику оплачиваем, мы уже сделали оплату за месяц прохождения практики у нас, как работа, это порядка 22 тысяч. Причем питание, проживание, все... Да, питание, проживание, доставка, как бы это мы все организуем. Плюс мы на практику оформляем официально, оформляем как штатная единица, если в ветврач приходит, помощник ветеринарного врача. Понятно, что это краткосрочный договор на период прохождения практики. Ну, на летний период, скорее всего. Плюс, после этого мы предлагаем им остаться поработать у нас, пока есть каникулы, там месяц-два, в зависимости от... Ну, когда проходит практика. Понятно. Ну, там сессия окончилась, потом практика, потом... Да. Там, соответственно, мы платим еще больше. Угу. В зависимости, там, по-моему, от должностей 29 или 35 тысяч. Ну, соответственно, сразу мы говорим, еще больше. Люди идут, люди работают. И, соответственно, высокая вероятность того, что эти специалисты придут нам после окончания института. После окончания вуза. Мы, наверное, эту... Назвали, как это? Программа производственного... Отдела, да. Нет, производственный отдел. Это в штатном расписании мы выделили, как производственный отдел. Куда принимаем всех этих студентов. Соответственно, мы их сразу, когда штатку смотришь, видим, сколько людей... Студентов, да, сколько кого. И у нас есть еще направление, это по механизаторам, по инженерам. Ну, примерно все то же самое. Плюс... А тут же из сельхозки берите? Или... И не только. И не только. Плюс к нам приезжают с Орловского института. Соответственно, там, как бы, тоже информацию распространяем. Ну, побольше приезжает. Две недели назад как раз там был. Вот. Да, очень высокая конкуренция в этом плане. Вот в наших, так скажем, ЦФОшных институтах. Это с Мираторгом и Эканилой. Угу. Те прям... Под это подбирают. Как пылесос. Ну, понятно, там есть там свои нюансы. К нам идут, потому что все-таки это реально... Да, чем привлекаете? Чем уникальное ваше предложение? Ну, потому что все-таки у нас больше именно такая практика... Практика-практика, так скажем, да. Зачастую практикантов берут, чтобы они... Делали грязную работу. Да. Да, да. А у вас уже вы пытаетесь их научить? А он работает параллельно, по сути, со старшим специалистом. Вот если человек выбрал направление осеменения, он работает с ассиминатором в паре. Все. Это практика. Успевает за лето он стать спецом? Ну, от человека зависит, конечно. Кто-то втягивается, кто-то показывает результат, кто-то... Ну, так. Ну, вот есть какая-нибудь статистика, вот сколько просеять? То есть, мы взяли там 10 практикантов, допустим. Ну, 2-3 есть вероятность, что придут. Ну, то есть, по классике распределения, там 10-15% это стахановцы, 10 винировидители и остальные. Ну, это неплохо. Это неплохо. А не боитесь то, что придут, поучатся и удастся в ту же самую каниву, но уже дороже? Нет, вообще не боимся, потому что если этого не делать, то вообще ничего не будет. То есть, омоложение стада, ремонтный молотняк всегда нужен, принцип тот же самый. Да, да. Это назовем все остальное выранжировкой. Понятно. И занимаемся еще такой темой, общаемся с сотрудниками, ну, с местными, да, мы говорим, там, операторы машинного удоения, рабочие по уходу, механизаторы, готовы принять на летние каникулы детей от 14 до 18 лет, школьников. Что будут делать? Вопрос в том, что как раз в этот период все думают, что делать дальше, куда идти поступать и чем заниматься вообще ребенку после окончания института. Мы здесь предлагаем какой вариант? Ваш ребенок приходит к нам работать там помощником ветврача или помощником механизатора, чтобы он понял и уже от сотрудника услышал, какие здесь условия труда. Я-то могу много что красиво рассказать. В телевизоре все очень интересно. Да, в телевизоре могу красиво рассказать, там, включить условно маркетинг, да, и люди типа пойдут. Нет, пускай он поработает с механизатором, он ему покажет, там, что он делает, как он делает, где трудно, где нетрудно, какие моменты возникают. Вообще интересно и не интересно. Как там пахнет, навозом или соляркой ему, какой он домой приходит, сколько времени он работает. И тогда человек будет понимать, вот есть такой труд, и за него вот так платят. Платят. Я пойду, отучусь столько лет и могу стать профессионалом. Либо мы, в принципе, может быть, в этом году у нас будет первый такой экспериментальный вариант, это обучение, мы оплатим обучение на механизаторов, молодых ребят. То есть, вы заплатите в УЗУ на то, чтобы они вам продали работорговлю? Нет, не так немножко. Мы в УЗУ заплатим за обучение. Или вы своих им отправляете? Ну, вот смотри, кто изъявит желание к нам прийти на практику, когда он будет обучаться на механизатора. Соответственно, на стажировку, которую мы тоже будем плачивать. Вот тем мы оплатим обучение на категорию по механизации. Класс. Скажи, какие-то отсрочки от армии за счет того, что это сельхоз, что стратегическое важное направление сейчас для страны имеются? Ну, если говорить... Там брони были, что-то такое. Брони, они согласно законодательству по разным категориям специальности существуют. Их никто не отменял. Есть возраст сотрудника, должность, специальность и категория годности. Понятно, там есть еще момент, количество детей. Просто предприятию не надо лениться, надо вот этим вопросом заниматься. Коммуницировать с местами военкомата или совсем. Да, есть законные основания. Если у тебя работает ветврач, даже он там категории годности А, ему больше 40 лет, и он там уже условно главный ветврач, он от мобилизации получает на один год отсрочку. То есть, по факту, живут наводы, это такие новые айтишники. Ну, по сути, да. По механизаторам, конечно, там все сложнее. В мобилизацию, там, часть сотрудников по разным нашим предприятиям были мобилизованы. При этом, вот тоже такой момент, да. Вот, мобилизовали у нас сотрудников. Да, мы от предприятия, помимо всего остального, там, сделали единовременную выплату. И мы решили семьям выплачивать... Часть зарплаты. Не часть зарплаты, так скажем. Среднемесячный доход в зависимости от количества детей. Если в семье два ребенка и более, то среднемесячный доход в стопроцентном размере мы выплачиваем семье. То бишь, жена приходит, пишет заявление, пишет документы и идет выплата. То есть, это абсолютно добровольная... Абсолютно добровольная вещь. Так, с одним ребенком, по-моему, 75, если жена 50 процентов. Ну, как бы, логически. Мужчина зарабатывал там какую-то зарплату, с женой, условно, ее делил пополам. Да, мы, как бы, из этого побуждения, с самого первого момента, как пошла у нас мобилизация, мы, как бы, семьи, вот именно семьи. Мы, как бы, посчитали так, единовременная выплата, ну, уже мобилизованному на приобретение, там, каких-то вещей. Дальше, как бы, его, по сути, снабжает государство. Но семью здесь надо поддержать. Но семью тоже надо поддержать. Они остаются, тем более, как ты сказал, это все местные. Да, все местные, все местные. То есть, твои соседи, там, с одной улицей. Ну, соответственно, как бы, компания, как бы, область у нас приграничная, и в рамках, ну, в принципе, СВО разного уровня, как бы, идет поддержка. Прилетает? Ну, рядом, да. В коров еще не попадало? У нас есть клиенты в Курске, где, я думаю, все видели эти кадры. Да, у нас, слава богу, пока нет, но вот у соседей уже было два прилета, как бы, с погибшими, с людьми, с коровами, как бы, такая история есть. Понятно. Понятно. Так, часть про животноводство. Что? Те, кто хочет пойти работать в серьезную, большую компанию в Брянской области, растущую, перспективную, контакты Ивана будут под этим видео. Смотрите, пишите ему, либо оставляйте комментарии, мы вас свяжем, приходите, отличное предприятие. Так, что у нас есть? Про мясо поговорили. Мясо – это бизнес, но если заниматься этим, как бизнесом, молоко растет, молоко не перерабатываете, но 1,600 – это отличный результат. На одной из ферм, я думаю, ваши результаты смотрите в канале Ивана, он регулярно публикует топы своих лучших. Так, по стройке, по деньгам поговорили, теперь другой. Другой твой аспект жизни, темная сторона твоей жизни – это публичная жизнь. Очень часто там люди, так скажем, из медийной, либо около медийной, которые не имеют отношения к животноводству, но их интересует тема, и они идут в животноводство, открывают там каналы, сайты, новостные, YouTube, всякое-всякое-всякое-всякое снимают. У тебя же, наоборот, ты завел канал «Охот на молоко», и он довольно успешный, он, наверное, один из самых больших в России. Перед этим было видео с Верой Мозговой, то есть, мы обсуждали, что у нас по факту каналов, которые рассказывают или популяризируют вообще отрасль животноводства, очень-очень мало. То есть, у нас до сих пор думают, что там бабнюра, руками дует ведро, и там грязь беспросветная, не проехать, не уехать. Были в Орле, то есть, там, стыдно сказать, даже преподаватели так иногда представляют, потому что давно уже не были на ферме, что ни проехать, ни пройти. Я говорю, ребята, крупные холдинги строятся в успешных регионах, в успешных районах, и они привлекают лучших специалистов. Вот. Ты рассказываешь о жизни, у вас обсуждалка, скажи, зачем тебе это? Серьезный вопрос. Да, что тебя побудило, что тебя толкнуло? Меня вот маркетологи заставили. Ну, если так говорить, ты правильно вначале. Ты вообще один в команде? Ну, пока да. Это факультативная такая деятельность, на самом деле. Как ты сказал вначале, что много каналов существуют, неважно, телеграм, ютуб, сайты, но по большому счету, мы понимаем, что каждая интернет-площадка, она заточена под коммерцию либо рекламного продукта, либо товара, который продает или предлагает эта компания. Ну, в том числе, вот, пример, у вас есть канал, у вас есть канал, да, он рассказывает о вашем продукте, он как бы под него заточен, ну, это правильно, да, ну, надо давать информацию людям. Конечно. И все остальные каналы, по сути, такие же, да, там кто-то продает ветпрепараты, кто-то предлагает анализы, генетику, сайты, понятно, они вообще в баннерах рекламных, как бы, завешены, ютубные каналы тоже там на рекламе, как бы, живут, по сути, и когда где-то пытаешься о каком-то продукте публично спросить, ну, зачастую каналы, как бы, эту тему банят. Потому что любое упоминание там, вражеской компании или вражеского продукта, он сразу идет в бан. Ну, соответственно, Информация подается однобок. Да, информация подается однобок, только вот это и только вот это. Все. Соответственно, почему-то так подумал, а почему нет? Да, наверное, реклама, как бы, такая открытая, вот, такой-то, такой-то продаю, то-то, то-то, наверное, и нам тоже, как бы, не нужна, потому что это будет завал просто канала. А когда фермер там задает вопрос, там, ну, допустим, там, кормораздатчик такой фирмы, он хороший или плохой? Кто брал, кто пользовался. Кто брал, кто пользовался, и другие фермеры, там, или другие специалисты, даже не продающие эти кормораздатчики, там, кормленцы, консультанты, которые ездят по многим фермам и видят эксплуатацию этих кормораздатчиков, можем спокойно обсудить. Мы можем спокойно обсудить, что эта компания поставила, во сне возникли какие-то проблемы, эти проблемы решили, не решили, но и тогда появляется больше информации у людей для принятия каких-то решений. Там неоднократно вылазили у нас даже в канале, ну, так назовем, какие-то продукты, ну, так скажем, с надуманными результатами. Вот, соответственно, когда там 20-30 там успешных фермерских хозяйств, специалисты говорят, мы пробовали, оно не работает и объясняли, по какой причине, ну, наверное, можно сделать вывод, что, наверное, нет, оно не работает. Буквально тоже, опять же, там, недавно обсуждали тему дрожжей. Да, там целая дрожжевая война была. Да, кто-то говорит, работает, кто-то говорит, не работает. Мы, как бы, говорим достаточно просто. Да, они работают, но экономически они не отбивают свои вложения, потому что у нас было несколько экспериментов, мы эту ситуацию увидели, и мы, как бы, открыто, и поставщики сказали, да, результат такой. Ну, грубо говоря, мы об этом писали, что мы там дрожжей положили на 10 рублей, а выхлоп по молоку плюс 8, понимаешь, прибавка-то есть по молоку, но она не окупается, соответственно, нельзя сказать, что продукт плохой. Мы говорим, что есть цена на молоко, здесь и сейчас, там, допустим, 40 рублей, а этот продукт стоит, там, один доллар. Если условно, как я бы, пофантазировать, да, если отмотать, как это, пофантазировать, что вдруг доллар 50, наверное, этот продукт будет рабочий экономически. Ну, и опять же, надо понимать, какие продукты, опять же, разные штаммы, ну, кормление такое, очень интересная тема, как это, много надо сделать анализа, понять, что все-таки сработало. Мы не верим, наверное, в эксперименты, когда нам говорят, вот этот год и прошлый год. Это вообще, ну, среди поставщиков разных кормовых добавок. За год на ферме меняется все. Особенно, когда ты идешь интенсивно. Мы понимаем еще, опять же, уровень генетики. У нас сегодня такой, мы идем интенсивно, интенсивно улучшать генетику. А погода и корма у тебя, ты же не кормишь одним и тем же силосом два года подряд. Вот, абсолютно согласен с этим, да, поэтому мы сторонники экспериментов в рамках кормления, это на всем доненном стаде, неважно, где мы делаем, на маленькой ферме, на большой или на очень большой ферме. Ввели продукт, если поставщик говорит, там, плюс литр, говорит, надо месяц кормить. Мы месяц кормим, потом продукт исключаем. Соответственно, если это так, ушел этот литр или не ушел. пришло-ушло, смотрим в динамике. Ну, соответственно, все остальные факторы тоже надо анализировать. И погоду, поломки, смена траншей. Если мы планируем делать эксперимент по кормлению, соответственно, мы ищем такой период, что не должно быть смены траншеи, желательно, чтобы это серединка траншеи была. И, опять же, смотрим по погодным условиям. Грубо говоря, сейчас можно в мае зайти с экспериментом, в июне жара, пошло на понижение. Ты, как бы, зарубил какой-то продукт. Хочешь продать, иди осенью, когда он начинает холодать, потрясающий. можешь зайти в августе, в сентябре, у тебя, условно, отскок какой-то литр все равно произойдет, вроде продукт сработал. Да нет, так не работает. Так не бывает. Так не бывает. он будет так вырос. Так, смотри, ну, все равно же коммерческие структуры в этом канале есть, все равно пытаются что-то продвинуть, там. Ну, пытаются, да, пытаются. Банишь, не банишь, или все переходит, там, рекламируют себя, приведите, там, пять участников, которые попробовали, действительно, сработало. Как с ними коммуникации? С ними, ну, сразу, конечно, говорим, ребят, а кто попробовал? Вот кто, какая ферма, какой специалист может сказать, что у вас это работает? Ну, обычно, ну, как бы много, кто отваливается сразу? Там, особые наглые пытаются, конечно, как бы там, накидывать, накидывать о себе информации много. Ну, просто там уже, не обязательно даже самому, уже как бы это, общество начинает, их там, трамбовать самостоятельно. и они, соответственно, ну, так скажем, наверное, от интеллекта человека будет зависеть, поймет, что он, наверное, здесь не поместит. Или не продаст. Да, или не поймет. Вот, когда уже не понимают, ну, откровенно, там, несколько человек, как бы, я, наверное, написал. Кто ты забыли? Ну, не то, что я, временно отправил в отпуск этого участника нашего телерам-канала. Ну, они потом пишут, я им, как бы, объясняю, у вас, как бы, слишком много, вам уже объяснили, что сомнительно. Потому, что куча других факторов есть, которые мы понимаем, могут повлиять на этот процесс. Ну, то есть, история, главное, поделиться опытом, а, я не знаю, не рекламу сделать. Нет, нет, предлагают периодически, предлагают, пишут, там, отрекламируйте нас, я говорю, сколько стоит, я говорю, мы этим не занимаемся. То есть, для тебя телега, это не бизнес? Нет, вообще. Денег зиру? Ноль, только, только затраты. Понятно, модерируешь все сам, от начала до конца. Пытаюсь, да. Успеваешь, вот, да, должность директора и администратора. Ну, директор, он по ферме не сильно ходит, поэтому, можно где-то найти, там, пару минут. У вас очень активно и бывает дискуссии, прям, там, иногда с утра встал, там, 300 сообщений, но, дрожжевая война, это просто, я как-то, если замечаешь, я там не всегда и сам вклиниваюсь, эти люди общаются и общаются, и слава богу. комьюнити собралось хорошее, здравое, там, за это, за все хорошее против всего плана. Да. Какое-то развитие, ты в этом видишь, какую-то, вот, медийную историю, не знаю даже. Ну, если честно, не особо, я думаю, он должен вот так вот жить, как самостоятельно, может быть, в каких-то моментах, там, в спорных вопросах он будет являться каким-то, знаешь, таким, онлайн-арбитраж, арбитраж. Да. Ну, и все, по большому счету. Просто для меня, вот, там, плюс-минус было всегда понятно, зачем мы канили, но нужны все эти соцмедиа и прочее, прочее. Большое количество людей, им надо просеять, как ты сказал, что они как пылесос по кадрам, то есть, ну, у них еще и переработка своя очень большая, вот. А твой канал, вот именно у меня было ощущение, что это вот, как, в нашей молодости, чаты были, то есть, народ по интересам собрался переговорить, это, там, современная, новая площадка. Ну, еще, что удобно, вот, все равно мы, как бы, с людьми общаемся, не из сельского хозяйства, ну, как ты уже говорил, что люди не понимают, что происходит в сельском хозяйстве, и очень удобно, так сказать, вот, смотрите, есть Толерам-канал, вы можете посмотреть, вот так живет сельское хозяйство, чтобы вы понимали, что, там, то есть, это функция популяризации, вообще, в том числе, в том числе, супер, какие планы вообще по каналу, у тебя сколько сейчас, 3000? Ну, в канале, там, 2500-2600, в чате, уже, там, 2200, наверное, по чату, наверное, как там писали, наверное, может, самые большие, вот, чат, да, он такой, более активный, 5-10 тысяч, нет, рассчитываешь собрать, или тут, главное, качество, а не скорость, главное качество, тут такая ситуация, там, знакомый, пишет недавно, наверное, когда фильм, там, выходил про охотную, мы скидывали, в телеграме, и он мне пишет, говорит, вот я вас, знаю давно, а вот не знал, что чат есть, коров знали, а чат не знали, да, чат не знали, он как бы подписался, ну, вот, грубо говоря, вот так потихонечку люди подписываются, планов делать, там, 10-15 тысяч, нету, вообще, абсолютно нет, вот он, ну, пускай он живет своей жизнью, по сути, как отдельный организм, а, я не очень, как бы, в телеграме, соображаю, а у тебя есть какая-то аналитика, кто там составляет 2000, молодежь, не молодежь, ну, мы в свое время делали опрос, опрос, смотри, мы делали как-то опрос, по, условно, должностям людей, из каких они отраслей, ну, так скажем, там, 2% студентов, и запрошенных, понятно, что не все участвуют, не только читают, да, ну, понятно, что это львиная доля, это фермеры и продажники, продажники тоже интересны, почему, особенно те компании, которые занимаются производствами разработки, все-таки они подкидывают какую-то новую информацию, о новых продуктах, рабочие, не рабочие, дело десятое, но, по крайней мере, это мы можем обсудить, опубликовать, как площадка, заявиться, там, если, опять же, вернуться, условно, к рекламе, опять же, там, на электронную почту, приходит периодически разная информация, вот, если мне интересно, какая это позиция, я ее могу опубликовать, вот, просто потому, что интересно, и думаю, и думаю, что, наверное, это будет полезно другим фермам, допустим, с выставки, с Агрос, да, я опубликовал о каждой программе управления стадом, которая разрабатывается, разрабатывается в России, нашими ребятами, считаю, это, как бы, правильное дело, и надо этим заниматься, поэтому, меня же никто не просил, там, сделать рекламу, я, честно, опубликовал все, которые были, там, были вы, про молоко, ААРК, М-комплекс, понятно, что еще у нас там есть, там, Селикс, еще что-то, еще что-то, мы про всех их, как бы, и написали, возможно, кто-то не знает о всех, вы знаете о всех, да, рынок должен быть открыт, да, рынок должен быть открыт, и мы считаем, что, тем самым, если мы делаем, ну, какую-то конкуренцию создаем, ну, конкуренция все-таки, это определенный двигатель развития, само собой, тут только так, и будет двигаться, при том, что мы там сами, сейчас, как бы, не сторонники, на сторонний софт, использовать, там, ваш, или какой-то еще, и в свое время, когда вы занимались, дорогом, да, мы там уже неоднократно, об этом говорили, что, да, там есть определенные инструменты, классные, супер-пупер, я всегда говорил, я не хочу на ферме иметь две программы, я хочу, чтобы ферма работала в одной программе, уйдет наш софт с рынка, придут к тебе, к соседу, к твоему, и к третьему конкуренту, посмотрю, что у меня будет больше устраивать, в плане управления, тот и продукт выберу, сейчас мы идем по пути того, что на маленьких фермах, взяли демо-версию этого афимилка, и в ней там живем, дельного зала там нет, связи нет, ну и не надо, поголовье считает, поголовье считает, осеменение считает, отелы считает, плановые отелы, пожалуйста, да, конечно, там каких-то отчетиков не хватает, допиливаем где-то в экселе, ну, пока ручками можем это сделать, приходите, мы автоматизируем ваши задачи, с телегой понятно, с этим понятно, мой главный вопрос к тебе, как ты видишь будущее, вообще глобально, российского животноводства, будущее у него есть, какое оно? Такой, как это, объемный вопрос, если говорить про молочное животноводство, будущее, будущее, да нормальное будущее, у нас как бы вариантов нет, кушать хочется, развиваться надо, и производить внутренний продукт, какими темпами будем идти, уже вопрос, как бы мы тут прогнозировать не можем, по большому счету, но по крайней мере, те производства, которые были произведены, построены, введены в эксплуатацию, там сначала, наверное, можно сказать, старта программы по развитию АПК, по-моему, 2005 год, ну да, 2005 или 2006, стоим, да, как раз тогда, вот эти все предприятия, проекты, которые были, да, вот эти предприятия сейчас, они в принципе, наверное, будут давать там темпы развития, в рамках, наверное, уже больше, там не строительства новых комплексов, как было там последние несколько лет, да, там много строилось, сейчас, наверное, будем повышать, наверное, производительность, производительность, животных, даже маленькие фермы, привезные фермы, если там пытаться делать максимально технологические процессы от современного животноводца, ну то, что можно вклинить, то они тоже будут давать определенные темпы роста производства молока. У нас как раз в том году был Олег Хохунов, примерно в это время, привез, но они спокойно дают 35 литров своих. вот, тут уже, так скажем, у каждой фермы есть свой старт, он может быть очень плохой, средненький и хороший. Вот на примере наших трех ферм, привезных, где-то с 2017 года, мы там одну купили, потом еще другую купили, еще одну купили, в принципе, за этот период все фермы практически вышли на надой в 8 тысяч на фуражную, а брали мы их там, ну 2-3, такая история была. Ну где-то по 30 литров вы на голову дуете. Ну вот, допустим, одна ферма, которая мы предполагаем, что в этом году 8 с половиной, вот она за 30 где-то уже дует. И темпы, понятно, что мы можем там их еще подразогнать. Где потолок привезной фермы по продуктивности, сложно сказать. Думаем, что 9 тысяч на фуражную можно. Дальше посмотрим. Также и комплексы. Комплекс, который мы построили там 10 лет назад, он там несколько лет выходил на надой в 10 тысяч. Потом от 10 тысяч он там до 11 шагал, шагал, шагал. И только, наверное, в прошлом году был такой прям рывок, там с 10 600 или 800, не помню, на 11 600. Плюс тон. За счет чего? Здесь это все-таки стратегия по генетике. Очень большая работа была. Сильно эту стратегию поменять. Мы же понимаем, что генетика это тоже довольно длительная история. Длительный, но он расчетный. То есть, это вы начали года 3 назад? Нет, Еще больше? Еще больше. По сути, этот рывок дали животные, которые перешли во вторую лактацию в прошлом году, ну и, соответственно, первую лактацию. Вот это количество животных, популяция, назовем, стадия, она дала основную прибавку. Но это, скорее всего, больше, чем полстада. Ну, мы сторонники ремонта стада 30-35%. Ну, у тебя 30% плюс там вторая лактация. Соответственно, вот эти животные дали основную прибавку. Получается, что животные второй лактации, мы понимаем, это мы осеменяли 5-6 лет назад. Чтобы 5-6 лет назад, грубо говоря, получили телку, потом телку еще раз. Да, да, да. Соответственно, грубо говоря, там 6-7 лет назад мы сделали, так скажем, для себя новый стратегический план по работе, в том числе, и с генетикой. Мы кардинально поменяли подход по подбору быков. Соответственно, помимо этого, это большое дело. Второе дело, это кормозаготовка. Если, грубо говоря, там 7 лет назад мы заготавливали там в среднем сеножи с протеином 14, то мы там, грубо говоря, уже заготавливаем сеножи в среднем 18, может быть, даже 19. И есть уже для нас уже неудивительно, но у нас есть траншеи сеножом 21-22 протеин. Да, может быть, кто-то еще больше получает, но это наш прогресс такой. Тем более в рамках нашего холдинга. Тут надо говорить, что еще у всех и регион разный. Тут еще надо понимать, у нас холдинг большой и растеневодство это 40 тысяч гектар земли. И они понятно, они у них есть. Растеневодство, зерноводство, овощи, не, овощи не ихняя тема, вот только растеневодство, зерно, товарные культуры и кормозаготовка. Соответственно, они разрываются. Они разрываются, опять же, где-то дефицит техники, где-то дефицит людей. Если вернуться, опять же, к кадровому вопросу, даже в рамках холдинга у нас получается в молочном... за механизатором получается? Ну, относительно, да. А вот в рамках молочного животноводства по сути дефицита кадров капитального какого-то, глобального его нет. Есть какая-то маленькая там ротация или там точечно где-то на ферме там кто-то ушел, кто-то ушел. Да. Всегда есть какой-то запасик. Всегда есть какой-то запасик. Неважно, это рабочие, либо механизаторы, либо ветеринары. У нас даже мы бываем, понимаем, что нам нужен запас, там, через производственный отдел мы берем кадровый резерв. Ну, вот так делаем. При этом в рамках холдинга в других компаниях может быть существовать по отдельной категории работников какой-то существенный дефицит. Ну, потому что в каждой компании свой руководитель, да, и он определяет стратегию своей компании. Слушай, вот ты привел классный пример, то, что получили результат, вот, как бы, корма, я всегда считал, что это главное, то есть, там, какая бы генетика ни была, без кормов не работает, и это все понятно, и, как бы, профит в кормах быстрее возвращается. Вот генетика, да и не только генетика, процессы на ферме очень длительные, то есть, вы занялись генетикой пять лет назад, вы работали, работали, принесли результат. Сейчас мы понимаем, что там многое оборудование, многие препараты, генетика, генетика пока сперма доступна в России, но, как бы, уходят, ушли, либо там ищутся аналоги, ищутся замены. Может ли это стать каким-то препятствием? Или, вот, вот сейчас, отличный момент, прошло два года, склады, какие у кого были, уже понятно, что ни у кого не было складов на два года. То есть, сейчас идет, там, либо импортозамещение, либо, кто остался, тот остался, честь и хвала компаниям. Вот. Чувствуете проблему, там, есть какие-то страхи, опасения по поводу будущего, и именно то, что, не то, что, там, денег не найдем, не хватит, что, вот это наше ограничение по поставкам, по невозможности использовать инструменты, к которым привыкли, станет препятствием. Или уже все преодолено, и плюс-минус уже понятно, как это будет развиваться. страхов больше нет. Да-да. Вот. Не, проблемы все равно, они существуют, и по запчастям есть проблемы, сроки поставок более долгие, цена однозначно выросла, но все равно же подстраиваешься под все эти процессы. То есть, в принципе, глобально стало дороже. Если раньше мы, допустим, могли запчасти заказывать, там, ежемесячно делать заявку, и нам привозили через неделю, через две, то сейчас по запчастям, по некоторым позициям надо заказывать на полгода вперед. Соответственно, ты тратишь сегодня деньги, ты на склад заморозишь. Это становится дороже в любом случае. Сам товар дороже и то, что он лежит на складе. Да, подстроимся. Есть выход? Нет. Работаем с этим, что есть. Вот насколько это сильно ударит, вот как раз в контексте разговора нашего о увеличении производительности предприятий, вот, насколько это может ударить или не критично? Я думаю, не критично, потому что производительность предприятий по многим предприятиям, так скажем, где у нас можно еще заниматься, так скажем. Далека от максимума. Да, далека от максимума и скорее всего там еще организационные вопросы надо решить, чтобы получить более высокую производительность и продуктивность животных. А биобезопасность, ветпрепараты, вакцины, здесь как дела обстоят? Здесь тоже, так скажем, двоякая ситуация. Вроде как то, что нам необходимо, поставляется, сложно, трудно, со скрипом и опять же, если ты хочешь привезти определенные вакцины, чтобы тебе все-таки их привезли, тебе их надо заказать на год вперед. Это объем. Опять же, предоплата, не предоплата, отсрочка. Компании тоже не хотят замораживать деньги и рисковать по тебе, купить. Сейчас какой-нибудь пакет санкций и все. Да, соответственно, это все очень как бы сложно, рискованно, но можно искать аналоги. Есть там ряд вакцин отечественных, по которым есть информация, что они достаточно эффективно работают. но мы по некоторым позициям пока смотрим с осторожностью. Консервативно. Да. Мы привыкли этим работать, мы работаем, ребята, вы пробуйте, мы на вас посмотрим, когда закроют совсем, мы придем к вам. Ну, понятно. Вот такая наша, так скажем, стратегия по этим направлениям. Окей. И третья вещь, которая, на мой взгляд, всегда была важна, это как раз коммуникация. Ты сам не раз бывал за границей, то есть и Израиль, и западные страны, это обмен информацией, обмен какими-то данными, подходами, менеджментом. Сейчас это сделать довольно проблематично стало. Да и не завод, так скажем. Что тут это? Душой кривить. Это ударит по развитию нашего животноводства или у нас сейчас хватает своих успешных кейсов, там, ну, вот молодежь, допустим, куда-то свозить. Я помню, как я начинал, то есть, я бывал не раз в Америке, я видел, как это работает, я видел, делайте это, 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 получайте такие-таки результаты. То есть, вы, конечно, можете подумать, придумать свое, но вот, если хотите четко результат, сделайте так. Вот сейчас в этом, в том, что, ну, выехать сложно, выехать тяжело, то есть, есть ли в этом проблема? Или уже есть где научиться здесь и интернет открыт для всех? Ну, смотри, тут, я скажу, есть эффективные предприятия, их уже не так мало по стране, где можно учиться и набираться опыта. Ну, насколько они открыты для стороннего, так скажем, обучения, это уже вопрос как бы отдельный. Ну, понятно, есть компании, которые занимаются обучением специалистов, поэтому, как тебе сказать-то, от того, что сейчас молодой специалист поедет в Америку или в Израиль, или поедет на какое-то успешное предприятие в России, ничего нового он не увидит. Мы сами тоже, много ездили и много где были. Раньше, там, 10-15 лет назад, когда мы выезжали, мы смотрели на это широко открытыми глазами. Но, со временем, ты понимаешь, что наши предприятия, которые, там, уже перешагнули, там, порог в 35 литров, у них технологически, даже, может быть, местами лучше, чем у них там. мы все-таки в стране, да, мы, как это, максимально пытаемся получить результат максимально быстро. Почему? Мы, грубо говоря, пришли на ферму, там был надой, там, 20 литров, если был, и пытаемся что-то рядом построить современное, там, 30 литров, 35, и мы хотим завтра 40. Почему? Потому что мы приезжаем в Израиль, да, а он уже 10 лет так доит. Приезжаем в Израиль, Америку, а он уже так 15 лет доит. Ну, и вот такая вот история. А почему у них так происходит? Да потому что у них на протяжении, там, 50, 60 лет все эти технологические процессы были отработаны. Кто-то, когда-то, там, 50, 60 лет назад, как мы сейчас, грубо говоря, интенсивно пытался получить максимальный результат. Сейчас они, по большому счету, работают на поддержание этого результата. У них уже нету семимильных шагов, там, в росте продуктивного. Никто не слышал про 100-литровых коров в Америке. Да, вот. Соответственно, они на поддержание, и, да, у них наука и технологии работают над увеличением эффективности. Там, какими... Меньше животных, больше надой. да, по чуть-чуть какие-то параметры они пытаются улучшить, там, за счет кормления, за счет генетики, за счет менеджмента или технологии, или оборудования в целом. Вот. Мы хотим это все, вот этот период, условно, в 50 лет проскочить... Проскочить на 15. За 5, наверное, мы хотим, понимаешь? Вот и вся история. Поэтому я считаю, что у нас достаточно предприятий в России, куда можно поехать, набраться опыта, посмотреть, как оно должно быть и эту практику применить у себя. Окей, супер. То есть, давай подведем итог. Будущее у нашего животноводства есть, и оно в повышении эффективности. Все препоны, там, недоступность оборудования, вакцин, ветеринарки, в принципе, не такие велики, сильно не затормозит наш рост. Ну, я скажу, еще тебе добавлю, наверное, это и не ускорит рост в плане создания новых объектов. Вот, как мы, грубо говоря, взяли на паузу, да, и мы ждем, как бы, лучших условий. Но я думаю, если будет предложение по деньгам, ну, у нас, как бы, ты правильно говорил про регионы, то есть, у нас есть регионы, есть кейсы, клиенты, которые строят строят и продолжают строить. То есть, я тоже думал, что это станет главной проблемой, что нет оборудования, что везут. Ну, везут-то везут, но даже если пообщаться с поставщиками оборудования, со многими, да, и спросить у них, а сколько у тебя, там, на ближайший год, два, три, есть контрактов на поставку доильного зала, ну, так скажем, доильный зал будет определять количество животных. вся эта тема сократилась во много раз, она может быть сократилась в десятки раз, и то, что на слуху пяток проектов, это, скорее всего, продолжающиеся проекты. То есть, за счет маленьких хозяйств. Даже не то, что маленьких хозяйств, вот, как это, можно задать такой вопрос, наверное, в телеграме, а кто в этом году выходит в стройку в землю? Вопрос. Проектировать? Возможно, да. Говорить о том, что собираешься, это не значит, что копать землю. Это понятно, да. Дали ли вам деньги? Вопрос третий. Это очень много нюансов. Можно три года рассказывать, что ты выходишь копать под фундамент, но при этом ты не построил ничего. И даже выходить с лопатой. Да. Соответственно, а есть ли у тебя контракты на поставку оборудования? Кто тебе будет поставлять? Если все известные поставщики оборудования, ребят. Сейчас есть вопрос, наличие контракта все-таки не гарантирует поставки? И в том числе, в том числе. И опять же, эти поставки очень долгие. Как один из поставщиков сказал по карусели, один сказал год поставка, другой сказал 6 месяцев или 8, ну 6-8. Все, ты уже планируешь. Соответственно, вопрос, кто собирается даже через год запустить проект с каруселью, у вас должен быть подписанный контракт. и соответственно предоплата, какие-то вещи. А тут уже возникает проблема оплаты за рубеж. А деньги, если инвест, там вообще сложно. Потому что есть история, компания заключила контракт на поставку нителей за границей. какой-то, не, там, по-моему, был аванс, заплачен какая-то сумма, а основной платеж банк теперь не дает, почему, а, аванс был, наверное, собственный, а банк не дает, потому что это неправомерное использование инвест денег, отправка за границу. Я знаю, еще более интересную историю, когда деньги были отправлены и на транзитном щели застряли. И это тоже может быть. И не туда, и не сюда. И мы тоже, когда последние партии нителей покупали, там, и за границей тоже были проблемы, транзакция 3-4 дня идет. И, соответственно, и все сидят на измене. Все сидят на измене. Могут еще и вернуть, и комиссии все все равно спишут, потому что, как бы, деньги ушли, ушли, вернулись, вернулись, все, операцию провели. Окей, что у нас? Эффективность, все-таки запчасти и оборудование имеют место быть, имеют проблемы быть, но отсутствие, там, скажем, коммуникации возможности выезда не становится сейчас проблемой для развития специалистов. Это не будет проблемой. Это не главная проблема. Большие, наверное, проблемы у нас. Я вот сейчас подумал в другую вещь. Если мы раньше ездили и поставщики оборудования часто везли показать, как работает их оборудование, то сейчас смысла смотреть это там. Нету никакого, ты все равно это потом не привезешь. То есть, ты можешь приехать, посмотреть там, что на схему вакцинации, что какие-то новые доильные залы на новую технику. Вот вопрос техники. Посмотреть, облизнуться и уехать условно. Вопрос техники. Вот тут как бы есть вопрос. А Китай? Он еще, так скажем, не на этом уровне. Вот мы как бы ездили в Китай на производство тракторов. Если говорить по там тракторам там 100 лошадей, там 150 лошадей. Да, Китай как бы сейчас там широко представлен, работает, ездит там. Может быть, там плюс-минус нарекания какие-то есть, но, по крайней мере, они, так скажем, этот сегмент закрывают. Но агрономы всегда говорят, нам нужен большой, мощный, да, восьмерка или аналог, что-то мощное и здоровое. У Китая пока нет. Если говорить по погрузчикам, фронтальные, телескопические, если фронтальные, которые были, монету, которые были. Типа монету или типа GCB фронтальный погрузчик. Вот, по фронтальникам сейчас, как бы, китайцы есть на рынке и вроде как бы неплохо работают, мы вот тоже один взяли, уже, наверное, больше полугода работает, как бы наблюдая, понимаем, что, ну, вроде как бы рабочие. Телескопы, но не очень пока хорошо, как бы сыроватая техника. вопрос, опять же, самый большой, это большие, тяжелые, мощные трактора, их, как таковых, нету. Да, они собираются там запускать производство, разработки, и мы там какой-то первый экспериментальный видели, по-моему, если я не ошибаюсь, на 240 лошадей там, с автоматической коробкой, уже такой хороший, да, там, трактор. Они только-только в этом году их будут поставлять, там первые единицы, но более мощных там, через год, через два как бы занимаемся. Белорусы? Белорусы? Двигатели китайские? С того же завода, тот же китайский двигатель. С заездом в Минск. Да. Белорусы все равно весь рынок как бы не закроют, но там от безвыходности будем, конечно, и на Кировцах там работать, это опять же будет уменьшать эффективность, скорее всего. По технике, если говорить, кормоуборочной. Вот сейчас, наверное, даже такая самая большая проблема, это кормоуборочная техника. Комбайн. Комбайн, да. Если мы там все привыкли видеть, там, Ягуар, Кроны, Джон Дир, там, мощные, производительные и надежные. Сейчас этого всего как бы нет, но как бы оно и есть. Но цена, цена на это дело уже в три раза дороже. Сервис вопрос, запчасти вопрос, скорость ремонта вопрос, и когда тебе надо там под проектом три-четыре комбайна, то это получится, может занять там чуть ли там от пяти до десяти процентов бюджета на весь проект. Кормоуборочная техника, это просто очень только из этого проекта не существует. Соответственно, задаем вопросы китайцам, у них там стоял выставочный маленький кормоуборочник, соответственно, там агрономы сразу, когда нам дадите там такую жену побольше, туда там раза в три, они говорят занимаемся, разрабатываем, смотрим, и на производстве там заглянули за шерму, стоял класс, ягуар. Скоро-скоро, очень скоро классический. Ну, тут вопрос как бы ждать, все. Либо как это, большая, но фантазируемая надежда, что кто-то у нас начнет это делать, скорее всего китайцы. Руссельмаш не? Ну, опять же, Руссельмаш, у него, по-моему, в кормоуборочном комбайне Мерседесовский двигатель раньше стоял. По-моему, это не холодно были. Ну, что-то такое. Опять же, все, что наше, оно не совсем наше. Комплектующих было много импортных. Пока импорты заместят, пока... вопрос... Умные люди зачастую такую тему поднимают отсутствие машиностроения как такового. Где наши коробки, где наши трансмиссии, где наши двигатели? Вот здесь мой вопрос да. Вот это нас как бы очень тормозит. Но я думаю, что этим процессом занимаются, мы же там как бы всех моментов не знаем, что происходит. Ну, там, рано или поздно что-то появится. Я как бы инженер, я наоборот всегда считал, что, ну, наверное, это проще темы и понять. Я всегда переживал за препараты, потому что биология, химия не моя история. А к инженеру я понимал, что там высокотехнологическую штуку сделать довольно сложно, но это вполне возможно. Можно с меньшей производительностью сделать. Проще сделать новую ворктину, чем новый двигатель. Ну, вот. Видишь, тебе виднее. То есть, я просто по своей отрасли, по софту, тоже интересная инженерная штука, я вижу, да, не так быстро догнать 40 лет. Да. Что у вас, что у нас, да. Если за 5 пройдем, это будет супер. То есть, мы прошли пока 2 года и пока все идет нормально и все успешно получается. Я думаю, и здесь, что там в следующем году автопром. Вот у меня на глазах я смотрю за автопромом, тоже все вау, все ушли, нам конец, все, финиш. Китай. Ничего, Весту немного перебирает. Да, они не такие надежные, не такие хорошие. Вот встал вопрос покупки сейчас автомобиля. Да, у меня сейчас немецкая машина, ей 5 лет. Сервис пока обслуживается, но я понимаю, что это все пока. Вот. И встал вопрос о приобретении следующего, смене. Ездим по 50 тысяч, где-то в год у меня нормальный пробег. То есть, есть вариант либо попробовать китайцы, либо тянуть эту и молиться на нее. Я прекрасно понимаю, что новый китаец, интереснее, у нас вон новая Веста, и на китайцы ездим, и на Весте по факту, что у того, что у того, проблемы одни и те же, потому что под капотом, под будкой, там плюс-минус одинаковые, они заместили. И, соответственно, так оно и будет развиваться. Там сяду, мне интересно сейчас вообще попробовать электричку, но я не могу ее использовать для работы. А китайцы сделали большой рывок. То есть, они Тесле угрожают, они сделали ставку на развитие. Лучше бы они угрожали Джон Диро. Да. В нашем случае. Эти китайцы, я не пойму просто, на чем они сами тогда работают, если у них нет этой техники. Ну, а им и не надо, эта большая техника. В Китае... Ну, так площадь же большая, нет? Площадь Китая большая, но, как нам объяснили, средний размер сельхозпредприятия по площади, он на самом деле невеликий. В Китае нужны средние трактора. Им, у них там такого, ну, может быть, какие-то единичные холдинги есть там. Ну, вот это наши 50-100 тысяч гектаров. Но при этом, при всем, количество людей, им проще запустить на поле там 10 тракторов. 10 китайцев. Ну, вот мы так это поняли. Ну, как бы, сложности перевода. Я собираюсь тоже съездить, посмотреть, потому что очень интересно, мне как раз интересно, ну, Китай большой рынок, имея знакомых, они говорят, что там с молоком и с мясом, с говядиной, дела вот так вот. Но с другой стороны, там, долго все говорили о том, что Китай запускает программу, стакан молока в день. А зная упорность, как бы, китайцев, если они сказали, что они запустили, ну, казнят там несколько чиновников, но обязательно этот стакан где-то найдут. Ну, они тоже занимаются развитием сельского хозяйства и в рамках молочного животноводства, и мы были у них на фермах, все, как бы, по классике, беспривизное содержание, те же поилки, те же скрипера. А инструменты? Чем пользуются? То есть, американские вакцины, там, сперма, техника, залы? Смотри, опять же, если говорить зал, зал у них был импортный, железо, такое, типа, там, скрепер, насосы, все свое, трактора все свои, поилки, это реплика известных брендов, мы были на заводе, который прям под три бренда. китайский метод. Да, китайский метод, и, как бы, нормально все. Вот, поилки, понятно, свое производство, это реплики, понятно, там, по генетике покупное, вакцины, ветпрепараты, там, короче, смотри, если говорить, вакцины, там, часть какие-то у них были импортные, а если говорить про терапию, про лечение, там, антибиотики, противоспороны, гормоны, почти все свое. Семя, генетика, импорт, тоже импорт. Интересно. Ну, то есть, у нас большое будущее, это же все ниши, мы понимаем, как работает Китай, они пробуют, разбираются, и потом массово это все локализуют. Ну, тут, да, тут вопрос, как это, пока мы занимаемся генетикой своей, внутри страны, ну, как занимаемся, ну, как есть, Ну, как занимаемся, занимаемся, как занимаемся. Как есть, да. Да, долгий процесс, сложно, с чем-то мы там, не согласны с какими-то путями развития, да, нашей там, генетики, ну, оно как бы идет. Вопрос в том, что Китай, понимая, что им нужно тоже заниматься генетической программой, и они просто могут нас обогнать в этом плане, и мы уже будем покупать не американское семя, а китайское семя. Вот мы можем с чем столкнуться. да. Единственное, как обычно, импортозамещение, когда замещает один импорт на другой импорт. Ну, вот тут как бы сложно. Вот с генетикой сложно, по этой причине, у нас как бы, понятно, есть один плем-репродуктор, да, он там все эти требования соблюдает, очень это сложно, трудно, некоторые вещи мы как бы не понимаем зачем, что-то понимаем, но понимаем, нахрена оно нужно, и новый комплекс... но выхода у нас нет. Да, но новый комплекс, мы даже не собираемся его, там, заниматься оплеменением, и он будет жить, так скажем, по той стратегии... да, да, и видим, что коллеги, многие идут таким путем, что новые объекты, большие, хорошие, с хорошей продуктивностью, не собираются идти в плем. Плюс мы видим, что там ряд предприятий, как бы, из плема отваливаются. Самое удивительное, это американская история, классическая, то есть, ну, у них вообще нет плем предприятий, у них есть племенные животные, на котором карты оформлены, ну, эти, педигришки, оформленные, которые там ценятся, за которых тестируют, которых проверяют. Окей, слушай, классная беседа получилась, большая, насыщенная, я уже кучу идей накидал, можем позаписывать видео, как раз, и для твоего канала, и для нашего, поговорить как раз, о вопросах, которые происходят на ферме, там очень ценен и дорог опыт тебя, как производственник, как руководитель, который видит картину целиком, ветврачи там, зоотехники, они интересны, но они видят свое, как им дали инструмент, дали задачи выполнять, ты же стратегически мыслишь, ты видишь, как бы, целиком, и проблему, и решение, и то, как это все меняется. Еще раз скажу, контакты Ивана внизу, покупайте продукцию охотно, приходите к ним на работу, Вань, спасибо большое, ждем еще, надеемся на дальнейшее сотрудничество.